Гороскоп на 11 июля 2022 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наше новое видео, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В понедельник Овну может казаться, что окружающие издеваются над ним. Настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Овна. Однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать. Выпущенный на свободу гнев Овна будет ужасен, как атомный взрыв. День проходит под знаком неверности, клеветы, ложных обещаний. Опасный день. Вероятны крупные финансовые потери, мучительные головные боли, отравления. Во избежание неприятностей на работе, никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не все то, что мы загадываем на следующий день, сбывается. В этом сегодня убедится Овен и решит, что лучше планировать конкретные дела, а не витать в облаках. Ваша целеустремленность будет в хором смысле слова «заразительной». На работе вы будете поистине гореть, а также заряжать своим энтузиазмом менее опытных коллег. Гороскоп предсказывает Овну вечер, наполненный романтикой и признаниями. День дает состояние мобильности и изменчивости. Один из дней, когда Овны могут проявлять противоречивость, трудно будет понять самих себя. Не стоит сегодня заниматься выяснением отношений. Вам нужно успокоиться, отдохнуть и посмотреть на ситуацию со стороны. Многое, что волновало вас, покажется ничтожным и мелким. Овны сегодня используют день для того, чтобы провести время в своем доме, за крепкими и надежными стенами, наслаждаясь уютом, покоем и комфортом. Атмосфера домашнего очага может и не вернет вам душевную гармонию, но поможет значительно снизить внутреннее напряжение. Возможно, небольшие конфликты с домочадцами, способны испортить вам настроение. В понедельник достижения тельца будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя тельца. Если он выберет позитив, то не пожалеет, с его помощью в понедельник он способен творить чудеса. В этот день тельца мне стоит начинать никаких жизненно важных дел. Лучше займитесь состоянием своего здоровья и научитесь отдыхать, расслабляться и развлекаться. Со стороны партнера, коллеги или начальника, вам гарантированно заботливое и сочувственное отношение, но не стоит этим злоупотреблять. День проходит под знаком мудрости и созерцательности. Возможно, что он будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Вечером устроите небольшой праздник в тесном семейном кругу. 11 июля тельцу будет сложно собраться с мыслями и ворваться в работу. У вас масса долгов, а как с ними расплатиться – это уже проблема. Если вы найдете дополнительный заработок, то финансовая ситуация наладится. Ожидается неожиданная встреча с человеком, которого вы любили в юности. Обратите внимание на состояние здоровья, а также старайтесь не перегреться на солнцепёке. Вам захочется оказаться в центре большой компании. Возможно, в эти выходные дни вы вспомните свою детскую любовь. Обзвоните школьных или институтских приятелей и предложите выбраться за город. В понедельник близнецам будет трудно стряхнуть с себя дремоту. Но даже выбравшись из цепких объятий сна, они вряд ли в срочном порядке возьмутся за дела. День склоняет близнецов к тому, чтобы заняться одним главным делом – ничего не деланием. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика в понедельник им не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пассианс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя. Близнецов сегодня будет раздражать привычная рутинная и нудная работа, а происходящие события будут отвлекать вас от основной деятельности, мешая сосредоточиться на обязанностях. Вы можете испытывать необоснованное раздражение к коллегам, соседям или обычным прохожим, но в диалоге с любимым человеком будете максимально внимательны и тактичны. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с вашей коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям, вас попытаются обвести вокруг пальца. Гороскоп рекомендует близнецам больше думать о себе и своих проблемах, а не кидаться на помощь всем подряд. Естественно, близких людей обделать вниманием нельзя, поэтому позаботьтесь о них сегодня. Следите внимательно за тем, что говорите, ведь слова, как и мысли, материальны. Отношения с коллегами будут натянутыми, а вот начальство, наоборот, поблагодарит и поощрит близнецов премией. День может оказаться хлопотным. Возможно, у вас будет так много гостей, что это станет не в радость, а в тягость. Пусть вас утешает мысль о том, что общение с гостями и родственниками укрепляет в сознании детей семейные и родовые ценности. В понедельник рак будет находиться в режиме строгой экономии. Это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот, рак может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. В понедельник, как бы рак не старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние. Ракам сегодня предпочтительнее избрать тактику обходных путей и дипломатических решений, нежели прямолинейное движение вперед. Недолгое уединение сегодня пойдет вам на пользу, а вот поездки на любом транспорте способны доставить вам неприятное ощущение. В отношениях с родными людьми и партнером можно не опасаться конфликтов и скандалов. Отношения будут ровные и спокойные. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая с деятельностью вашего ближайшего окружения. Лучше сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом. Раку в этот день не следует цепляться за прошлое. Живите настоящим и радуйтесь всему тому, чем вас щедро одаривает судьба. Если отношения с некоторыми людьми вам кажутся неискренними, то не обременяйте себя ненужным общением. 11 июля Раку предстоит командировка, которая решит финансовые проблемы и поможет укрепить авторитет. Сделайте разгрузочный день для желудка. Не исключено, что сегодня многие из вас откроют в себе новые качества и таланты. Для полноты счастья вам обеспечена популярность у противоположного пола. Влюбляйтесь, вам непременно ответят взаимностью. В понедельник Лев будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Лев даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг. Домашняя рутина и бытовые проблемы сегодня повергнут Львов в некоторую растерянность. Впрочем, это продлится совсем недолго, и вскоре вас вновь настигнет вдохновение и хорошее настроение. Сегодня удачный день для адаптации в новом обществе или коллективе. Вы сможете легко приспособиться к новым условиям и подсказать решение аналогичной проблемы своим детям. Полагайте сегодня на свою интуицию и сможете избежать некоторых неприятных моментов. Опасный день. Непорядочность партнеров, клевета недоброжелателей или ложные обещания могут привести к крупным финансовым потерям в первой половине дня. Во избежание неприятностей на работе, никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Во вторую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. Благоприятны супружеские отношения. Доверительное общение возможно только с близкими людьми. Если сегодня Лев сосредоточится на главном, то к вечеру будет чувствовать себя настоящим победителем. Вам удастся немного отдохнуть и отлично потрудиться. Гороскоп предсказывает неожиданную встречу, после которой вы искренне влюбитесь в человека и решите сделать ему предложение. Занятие спортом и плавание поможет Льву укрепить здоровье и отвлечься от насущных проблем. Вам не удастся добиться покрытия затрат, на которые вы рассчитывали, да и доходы могут оказаться значительно меньшими, чем вы ожидали. Крупные сделки и покупки совершать не стоит. Можно решать материальные вопросы, если они не связаны с большими объемами. Хорошо приобретать знания, накапливать энергию. В понедельник Дева будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без ее участия сами собой. А вот все то, к чему Деве захочется приложить руку, окажется под ударом. Даже самое элементарное дело в понедельник она способна безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал, лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы. День предоставляет Деве отличный повод отдохнуть. 11 июля Девам будет значительно легче примириться с какими-то потерями в их жизни. Сегодня появятся дополнительные возможности для заработка, и это немного повысит ваше настроение. В отношениях с людьми вы склонны руководствоваться больше эмоциями, чем разумом, но никакими неприятными последствиями это не обернется. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать некоторых разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес. 11 июля Дева познакомится с влиятельным человеком, который всерьез перевернет ее жизнь. На работе тишь да гладь, а вот в личной жизни настоящая буря и шторм. Если вы сами виноваты в том, что избранник постоянно обижается и злится на вас, то измените тактику поведения. Рациональный подход к покупкам позволит практичной по натуре Деве сохранить накопленные средства. Сегодня многие Девы будут наслаждаться прежде всего непринужденной, спокойной и комфортной обстановкой, легкостью взаимоотношений с окружающими. Самое время повсюду завязывать с людьми приятные дружеские отношения, которые впоследствии практичные Девы могут использовать с пользой для дела. В понедельник активность весов будет не всегда уместна, ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который они хотели получить. Тем не менее, весы способны действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, переломить ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем в понедельник могут нанести весам вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им снизить свою кипучую деятельность до минимума. Весам следует оставить прошлое в прошлом и перестать жить вчерашним днем. Весь день ваше эмоциональное состояние будет спокойным и умиротворенным, а в общении с окружающими людьми вы мигом придете к взаимопониманию и симпатии. Мысли об обладании какой-то тайной сегодня способны надолго поднять вам настроение. Неблагоприятный день. Он несет негативные тенденции. Вероятно, домашние хлопоты или размолвки. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи. Следует быть крайне осторожными и внимательными при работе с электроприборами. Гороскоп рекомендует весам вспомнить старых друзей, а также наладить выгодные связи с партнерами по бизнесу. Пора уже выходить из тени, чтобы уладить финансовые и профессиональные вопросы. Подписывать бумаги и договоры не нужно, иначе появится масса недочетов в важных документах. Вечер подарит весам массу ярких впечатлений, а также откроет новые перспективы в любви. Не исключены неожиданные и не всегда приятные повороты судьбы. Высокий жизненный потенциал заставит вас проявить максимальную активность и трудоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности, скорее всего, не принесут желаемых результатов. В понедельник день может не лучшим образом сказаться на фигуре скорпиона, ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать. Съесть шоколадку, купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы в понедельник для скорпиона один, конечно. Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют скорпиону в понедельник хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах. Скорпионам сегодня с утра покажется, что их сил хватит на все планы, замыслы и идеи, но не следует с утра пораньше приниматься за решение своих проблем. Через некоторое время первоначальный запал угаснет, и мыслями завладеют новые идеи и стремления. Побалуйте себя в этот день от души, но не удивляйтесь, если не ощутите ожидаемой радости в полной мере, ваши эмоции сегодня несколько приглушены. День благоприятный для общения. Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны. Возможно, вы узнаете много нового и интересного. Особенно благоприятным этот день окажется для скорпионов-подростков. За состояние здоровья можно не опасаться. Сегодня скорпион получит одобрение всех своих новых проектов и интересных идей. Руководство решит повысить вас в должности и поднять зарплату. Если отправитесь в путь 11 июля, то соберите все необходимые документы. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не создать на дороге аварийную ситуацию. В плане здоровья проблем у скорпиона не будет, но под кондиционером все-таки не сидите. У вас есть все шансы сделать свои отношения с супругом глубоко доверительными и проникновенными. Между вами может установиться тонкая духовная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом. В трудных ситуациях зовите на выручку супруга. Вы нуждаетесь друг в друге, от этого и стоит исходить, выстраивая взаимодействие. В понедельник день наделяет стрельца огромными запасами скрытой энергии. Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться в понедельник вокруг стрельца. Обычный спокойный день не сможет разбудить его суперменское я. Зато если от стрельца потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан. Стрельцам сегодня не повезет с самого утра, бессонная ночь оставит вам головную боль и отвратительное настроение. Однако ближе к полудню все войдет в свою колею, и вы вновь обретете душевное спокойствие. В отношениях с родными людьми и друзьями вы можете проявить неуверенность, мягкость и нерешительность. Никаких серьезных начинаний в этот день предпринимать не стоит. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям. Вас попытаются обвести вокруг пальца. Доверчивость или несдержанность в общении закончатся сожалениями и слезами. Лето пролетает быстро, а долгожданный отпуск еще стремительнее. Если стрелец нацелился полноценно отдохнуть, то ему нужно немедленно писать заявление и отправляться в путешествие. Гороскоп советует оградить себя от негативных личностей, от которых у стрельца сплошные неприятности. Если вы пока еще одинокие и холосты, то это прекрасный день, чтобы завязать романтическое знакомство. Пробудится тяга к путешествиям, вероятно яркие впечатления и обретение новых знаний. У многих возможно новая любовь. Не сидите на месте. Ваше стремление к спокойствию может привести к тому, что вы не сумеете достичь того, чего хотели и могли бы. В понедельник от Козерога бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины. Эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка. Однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Козерога не будет сил преодолеть. Так что Козерогу ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению. В понедельник решает не он, решают за него. Козероги сегодня станут более активными, энергичными и любопытными, чем раньше. Вы с восторгом будете впитывать в себя информацию из окружающего мира и прислушиваться к новостям. Сегодня возможны разочарования в знакомых людях, а изменчивость вашего строения повлияет и на ваши планы. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Вероятно, серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес. 11 июля Козерогу будет, как всегда, собран и аккуратен даже в мелочах. Вы можете добиться потрясающих успехов, если не проигнорируете прошлые недоработки. Возможен конфликт с родственником, который произойдет на финансовой почве. Козерогу следует держать язык за зубами, а не откровенничать со всеми подряд на личные темы. Вечером лучше пойти на пляж или посидеть с друзьями в кафе. События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами козероги с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное – не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами. В понедельник фантазия водолея заработает на пятерку с плюсом. Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли водолея будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же водолея лучше, если жизнь в понедельник поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, водолей имеет шанс превзойти самого себя. Водолеям в этот день лучше не полагаться на партнера. Его взгляды, стремления и интересы могут меняться быстрее ветра. Эмоциональная сторона ваших отношений сегодня заслуживает более пристального внимания. Откажитесь в этот день от всех грандиозных проектов и крупных покупок. День символизирует перемены и трансформации. Те водолеи, которые работают по контракту, имеют возможность получить постоянную работу. Постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение. Здоровье не особенно будет тревожить водолея, вероятно лишь легкое недомогание. Гороскоп рекомендует водолею внимательно относиться к нюансам, ведь от них зависит как финансовое положение, так и ваша дальнейшая карьера. Возможно обострение хронического заболевания, поэтому обратитесь к врачу-специалисту. Меньше слушайте тех, кто распускает сплетни о вашем близком друге. Тем более, водолею не стоит возвращаться в прошлое и пытаться возобновить отношения с бывшим любовником. Ваш характер в этом месяце покажется домочадцам крайне неуживчивым. Водолеи могут направлять все усилия на личные интересы, поэтому привычный семейный уклад могут воспринимать как сдерживающий их инициативу. Возможен бунт? Чтобы не испортить окончательно отношения с домочадцами, направьте свою неуемную энергию в другое русло. Затейте ремонт, возобновите связи с давними знакомыми вашей семьи, возродите какие-либо родовые традиции. В понедельник не лучший день для рыб. Слишком много их может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что рыбы будут недовольны не только другими, но и самими собой. Только собрав в кулак всю свою волю, они смогут заставить себя выполнять элементарные обязанности, и то будут делать это без фанатизма, спустя рукава. Эмоциональность рыб сегодня будет зашкаливать. Вы начнете принимать близко к сердцу любые события, происходящие в мире, в городе и конкретно в вашей жизни. Сегодня хороший день для романтичных свиданий и интимных встреч, а также для того, чтобы перевести отношения на новую стадию развития. Противоречивый двойственный день. Радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними по вине рыб. Они могут, накопив обиды, разрядиться, устроив домашним скандал. Постарайтесь найти другие способы для снятия напряжения. У пожилых рыб вероятны приступы заболеваний ревматического характера. Если сегодня рыбы будут контролировать свое эмоциональное состояние, то смогут сухими выйти из воды. Уединяться не стоит, потому что коллективная работа будет иметь успех. Семейные рыбы 11 июля могут организовать праздник для души и тела, а также отправиться на природу, в русскую баню или поиграть в настольный теннис. Интеллектуальные игры тоже пойдут на пользу. Не исключено, что отношения с близкими людьми окажутся неровными. Возникнут споры, казалось бы, по давно согласованным вопросам. Возможен визит гостей, который нарушит ваши планы. Проявите свою способность объединять людей для выполнения общих дел. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok